Традиционно мы с вами проводим совещания по разным направлениям. Что касается экономических вопросов, то мы регулярно с определенной периодичностью встречаемся с правительством, членами правительства и решаем те вопросы, по которым надо сначала посоветоваться, прежде чем принимать решения. Все знают об этих совещаниях. Сегодня же мы приведем наше совещание по экономическому блоку членами правительства в несколько расширенном формате. Помимо плановых вопросов, которые мы обычно рассматриваем на подобных совещаниях, мы поговорим на тему тех вопросов, которые сегодня наиболее актуальны. Наша статистика опубликует результаты. Валовый внутренний продукт составил 10,9%, примерно 101% за 5 месяцев. Наблюдается выход на положительные темпы роста инвестиций в основной капитал. Прибавили 2,5% к прошлому году. Однако пока это слабый задел для выполнения установленных заданий даже за полугодие. Поэтому премьер-министру следует доложить, по всем ли показателям вышли на положительную динамику. Удалось ли в полной мере преодолеть прошлогодние трудности, логистические, транзакционные издержки, поиск новых партнеров, рынков, как выполняются целевые задания. От первого вице-премьера жду предметной раскладки, где правительство видит резервы по наращиванию роста инвестиций по итогам года, а это аж 120%, а также по эффективности реализации концепции «Один район, один проект». Мне на рассмотрение внесен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. Мы изучим сегодня этот документ, прежде чем отправить его в парламент. По сути, представленный закон приходит на смену 10-му декрету, который почти 15 лет служил правовой основой. В свое время это был прорывной документ. За прошедшие годы представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов, успешно реализованы более тысячи проектов. Но в последние несколько лет объем инвестиций, как внешних, так и внутренних, снижается, что не лучшим образом сказывается на работе экономики. Разумеется, любая страна сегодня старается предоставить инвесторам привлекательные условия. Мы также должны создавать конкурентные преимущества, чтобы деньги вкладывались в перспективное, высокотехнологичное, инновационное производство именно сюда, в Беларусь. Я не против разумных инноваций, всегда готов их поддержать. Однако предметно доложите о сути и ожидаемом эффекте, на кого нацелен законопроект. В текущих геополитических обстоятельствах сложно рассчитывать на приход в белорусскую экономику западных инвесторов. Давайте будем ориентироваться на других, восточных, азиатских, африканских и так далее. Да и с западными надо работать, не надо отвергать с порога. Напоминаю вам мое правило, в основе любого проекта должна превалировать социальная ответственность, полноценная занятость работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет, ну и, естественно, уплата налогов. Еще раз хочу подчеркнуть, если вы хотите мне предложить вариант, никаких налогов платить не будем, фонд занятости инвесторы платить не будут, мы их сюда привлечем. Только приехать сюда, как раньше говорили, высосать все соки из народа, выдавить все, что можно, заплатить какую-то копейку, налоги при этом не платить, но рабочим там, ну 500 долларов, скажем. А основную прибыль вывести в виде дивидендов в недружественные, прежде всего, страны, ну я не думаю, что такие проекты нам нужны. Сюда надо приходить, как не в банановую республику, а нормальную, высокотехнологичную, высокоразвитую. И работать надо, прежде всего, со своими инвесторами. Далее. Несколько недель на большей территории страны сухая погода. Дождей мало. Уровень лагер больше близок к критическому. Но мы не можем сказать, что на половине республики, западной и югу, не проходили дожди. Их было достаточно. Просто здесь у Турчина, который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня, я не знаю, в чем я нагрешил, где я живу, на более высоких почвах, конечно, подсушило. Поэтому начинайте рыдать по поводу того, что ай-яй-яй, у нас чего-то не получится. И плохо уже заранее готовить меня к тому, что вы провалите сельскохозяйственный год, не надо. Я понимаю, что происходит. Да, подсушило в определенных районах. И прежде всего, немного пострадали зерновые и травы. Но так мы договорились месяц назад. Правительству было поручено. Надо убрать сенажную траншею, перепахать и посеять поукосно, пожнивно, крестоцветное, там, речку масличную, еще что-то, для того, чтобы получить травянистая корма. Я на это обращал внимание. Именно травянистая корма. Если мы недополучим где-то какое-то количество, 200-300 тысяч тонн зерна, сегодня избыток у наших соседей. Мы всегда купим это зерно. И при том, зерно сегодня предлагают по очень низким ценам, которые порой даже ниже нашей себестоимости. Так есть смысл закупать. Я даже правительству предлагал. Надо закупить и положить свободное хранилище. У нас их хватает. Но травянистая корма. Сегодня надо думать, как заготовить. И мы можем это сделать. То есть, катастрофы нет. И это признает ведущий сельское хозяйство вице-премьер. Нет катастрофы. Просто сейчас надо сориентироваться вовремя. Там, где подсушило. Я думаю, вице-премьер проинформирует нас о делах в сельском хозяйстве. Особенно в растении и вовстве. Что с посевами зерновых. Какие виды на урожай готовили мы к уборочной кампании. Я жду отчета о том, что происходит в животноводстве. Как идет заготовка кормов. Завершается первый укос многолетних трав. Их продуктивность, мы уже говорили, хуже, чем в прошлом году. Явно не добираем с первого укоса. То, что сейчас нужно предпринять, чтобы накормить скотину, чтобы не пришлось сокращать поголовье. По итогам пяти месяцев во всех областях отмечается рост производства скота и птицы. По республике почти на 5%. Молока на 6%. Необходимо сохранить эти темпы и получить хорошее урожай. Но вопрос, а что у нас с запасами. Я хотел, чтобы премьер-министр прежде всего этот вопрос себе пометил и доложил. И по промышленным товарам, и по продовольственным товарам. Насколько я информирован, сухое молоко, масло, сливочное и прочее девать некуда. Мир голодает, а у нас некуда девать. И в промышленности сегодня будут рассказывать, что это обычное явление. В прошлом году обычное, позапрошлом году обычное. А избытки на складах существуют. Еще один чувствительный вопрос. Наши граждане весьма беспокоит качество дорог. Ну что тут говорить. Все на автомобилях, у некоторых по 2-3 на семью. Платить, правда, никто не хочет за дороги. Потому что деньги же, кто должен за дороги платить? Тот, кто перемещается. Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику. Ах, много! Да, было время, когда Беларусь достигла высокого уровня по состоянию дорожного покрытия и стала примером на постсоветском пространстве для многих. Но стоило только немного ослабить контроль, как ситуация стала ухудшаться. Во время рабочей поездки в Гродненскую область, апрель 23-й, я уже обращал внимание на количество жалоб населения на эту тему. Профильному вице-премьеру поставлена задача в течение 23-го года все дороги привести в порядок, отремонтировать. Это вопрос вопросу, как отстоят дела. В январе вы мне обещали упростить процесс, сделать совсем простым процесс строительства, так как это ранее было сделано для индивидуальных домов. По частному сектору мне докладывали, что большинство проблем с доступом к коммуникациям, документациям и так далее разрешились, и люди довольны. Ну хорошо, если так, но я сомневаюсь. Это мы в ближайшее время проверим, но не хотелось, чтобы потом разговор был аналогичный здравоохранению. Для того, чтобы начать строить многоэтажку, завод, промышленный объект, надо собрать десяток другой технических условий от энергетиков, МЧС, санстанций, местной власти и прочих. И столько же справок потом необходимо получить в конце строительства. Я не хочу вас критиковать за это, надо посмотреть еще, Анатолий, Может быть, нам по каким-то направлениям можно отказаться от каких-то справок. Надо посмотреть. И при том, я вам сказал, вы строитель, министр у нас хороший строитель, сядьте вдвоем и отрубите. Я доложу. И в продолжение темы строительства многоквартирных домов хочу узнать, почему никак не решим раз и навсегда проблему с долгостроями. В этом позорном статусе сейчас 20 жилых домов. Из них, Наталья Ивановна, у вас в Минске с Кухаровым 17. Есть ли здесь у правительства проработанное решение? Перейдем к промышленности. Как я уже сказал, мы имеем неплохие результаты, а складские запасы выше 76%. Нет качественных сдвигов деревообработки. Вяло движется работа по освоению российского кредита на интеграционные проекты. Доложите меры, которые приняты, чтобы исправить ситуацию. Вопросы социального блока последние несколько недель занимали верхние строчки всех новостей. С результатами централизованных экзаменов вроде бы разобрались. Идет вступительная кампания. Осенью, как договаривались, мы проанализируем ее итоги и окончательно расставим все точки над «и». Больше возвращаться, правда, я уже об этом говорил, к вопросам образования нельзя. Нельзя все время калашматить професско-преподавательский состав и учителей на местах, а также родителей по вопросам образования. Поэтому у нас последний барьер – осень, когда вы внесете окончательное предложение, как я говорил, начиная от учебников, новых эффективных, толковых учебников, написания их создания, и заканчивая образованием в вузах, а также выпускные экзамены, базовые школы, средние школы и поступление в вузы. Все вопросы должны быть устаканены. Совещание по проблемам вопросов медицины недавно провели. Задачи четкие и конкретные поставлены. Фактов бесхозяйственности и непрофессионализма в сфере ответственности здоровья нации быть не должно. При этом, я же предупредил, и министр это знает, и правительство. Комиссия работает. Правда, ее завалили жалобами, как будто это новый центр, новое министерство. Я хочу к людям обратиться и попросить их, чтобы они не загружали комиссию, членов комиссии, а их 12 или 13 человек, вопросами, которые должны решать другие органы власти, местные органы власти, правительство, министерство. Они, конечно, на это реагируют, но они заменить всех не могут. Недавно было обращение жителей Жлобинского района, да? Ну, поехали туда, рассмотрели, разобрались, собрали специалистов, научили, посоветовали. Ну, а министерство здравоохранения где? Второе. Все губернаторы бросились пыль в глаза пустить. Отремонтировали ФАПы, районные больницы, деньги выделили. Начался бурный ремонт. Это надо сделать. Я не против этого, но надо понимать, что ФАП, участковые больницы должны функционировать, и чтобы люди были довольны. ФАП – это фельдшер, так? Или вражь там у вас будет. Значит, и лекарства, и умение работать с людьми. Он должен прийти первым к больному человеку, особенно на селе. Вот не забывайте о профессионализме этих людей. Профессионализм людей на местах. В районных больницах – это врачи. Участковых – то же самое, прежде всего. И медсестры. А в ФАПах – фельдшер. Не забывайте, у вас осталось полгода. Но еще один вопрос ставится сегодня. Мы возвращаемся к поручению предоставить медикам право приобретать собственность арендное жилье. То есть вид жилья у нас есть такой арендное. Мы его создавали для особых случаев, для того, чтобы решить некие проблемы. Сегодня предлагаю часть этого арендного жилья сделать обычным. Зачем создавали это арендное жилье? Строили люди, покупали люди. Ну, пускай бы строили и покупали. Но если мы создали арендное жилье, зачем его продавать? Я просто ставлю вопрос. Давайте обсудим. В правительстве внесен проект указа, который предусматривает следующие условия. В частности, речь идет о медиках. Ну, я откровенно скажу, не в обиду медикам. Они, конечно, молодцы. В подавляющем своем большинстве лечат нас, ходят за нами и прочее. Они заслуживают внимания, но одно внимание я уже им уделил, если можно так сказать. Тогда про жилье не говорили, а говорили про денежное удовольствие, про зарплату. Я практически вам оставил все деньги, которые мы направляли для лечения ковида. Сегодня уже про зарплату медики не говорят. Не потому, что она большая, потому что уже неудобно говорить по сравнению с другими. Сейчас вопрос о жилье. Ну, после того, как мы обнаружили и выявили огромное количество недостатков в сфере здравоохранения, на завтра, и даже в это время приходят и говорят, слушайте, вы нам еще дайте одну опцию, льготу и так далее. Поэтому я говорю, ну, не совсем время такое подходящее. Думаю, что нам к этому вопросу надо вернуться. Но не забывать, кроме медицинских работников, у нас есть еще и педагогические, социальные и другие. И те поставят этот вопрос. И это справедливая будет постановка вопроса, допустим, со стороны преподавателей в школах и вузах. Справедливая. А сможем ли мы удовлетворить в целом этих людей? Поэтому надо рассматривать в комплексе. Ну и пока мы развернемся, это не завтра будет, конечно, мы посмотрим, как здравоохранение приведет самую себя в чувство и реализует те решения, которые мною определены. Понимаете, о чем идет речь? Еще раз хочу подчеркнуть, что все предложения и решения, которые будут приниматься, должны быть хорошо продуманы, четкими, ясными и обязательно справедливыми для людей. Следующий насущный вопрос, который был поручен правительству рассмотреть, как родители используют детские пособия. Мы выделяем немалые деньги для того, чтобы поддержать детишек, и не только многодетных. Сейчас, против 10 тысяч семей, дети признаны находящимися в социально опасном положении. 10 тысяч семей не могут досмотреть, как следует своих детей. Нерадивые родители просто пропивают детские пособия, а страдают дети. Тогда я потребовал, что мы должны не на бутылку родителям выдавать детские пособия, а сделать все, чтобы детские пособия, деньги, которые мы выделяем для детей, доходили до детей. Я вас попросил, принимайте любые меры. Рассказал вам о своем горьком опыте, когда я руководителем работал, и какие меры принимал. Любые меры, но так, чтобы деньги, которые положены детям, были у детей. Правительство предложило сделать акцент на повышение эффективности системного мониторинга за положением детей, усилить контроль за нецелевым использованием пособия. В общем, доложите, что за этими словами стоит и как вы думаете решать эту проблему. Систему нужно настроить четко, дети ни в коем случае не должны быть обделены. А безответственных родителей надо приводить чувство. Спорт с 4 по 14 августа этого года в 11 городах Беларуси пройдут вторые игры в стран СНГ. Сложившиеся условия, этот фестиваль спорта приобретает особое значение для белорусских спортсменов и широкого круга наших друзей, которые подтвердили участие. Нужно не просто провести игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что Беларусь открытая, миролюбивая, страна, где созданы комфортные и безопасные условия для наших людей и наших гостей. Но главное, какой мы результат покажем. У нас нет никакого морального права выступить на этих играх плохо. Я не ставлю точку в перечне актуальных вопросов, которые обозначены. Если на повестке есть еще какие-то насущные темы, прошу о них доложить. Регламент у всех на руках. Роман Александрович, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Александр Григорьевич, мой доклад построен в соответствии с теми задачами, которые вы ставили перед правительством на заседании Совета Министров 10 марта сего года. Производство, экспорт, инвестиции, расчеты, логистика, цены, доходы населения. Поэтому я постараюсь дать актуальные средства. Не забудьте о складских запасах и ценах магазинов. Постараюсь дать актуальные средства по всем этим направлениям, как вы сказали, штрихами, но для того, чтобы была понятна комплексная ситуация в экономике и где мы находимся. Итак, за пять месяцев экономика вышла на целевую траекторию роста. Темп ВВП составил 100,9%. А надо было? Ну, пока еще у нас задача стоит только по июню, 102,6%. Ну, мы же чувствуем, что будет за полгода. Вам надо было 102%, а у вас 101. Александр Ильич, ну, в чистом мае 7%, ну, май к маю. Поэтому я думаю, что если не полностью, то, по крайней мере, на цифру близкую к плану, по полугодию мы выйдем. И маховик сейчас раскручивается экономикой, я об этом скажу чуть позже. Роман Александрович, давайте вот публично договоримся так, чтобы вы не обижались. Я же уже не 38 лет мне, когда первое правительство формировало, не 45. Не выполните в этом году показатели, которые мы довели. Вы все ровно первыми. Вы и первый вице-премьер уходите в отставку. Вот чтобы журналисты видели, люди понимали. Потому что смешно выглядит, я имею информацию обратную по своим совещаниям. Умные люди, с которыми я общаюсь, опытные люди, говорят, а что вы душу-сердце свою рвете? Говорят, по телевизору видим некоторых чиновников, да им пофиг это все. Ну я не думаю, что это так, но просто толочь воду в ступе, наверное, не к месту. Делаете, спасибо, ордена, награды. Не выполнили, ну надо по мужски поступить. Вот поэтому давайте так и договоримся. Чтобы не было обид потом. Наибольший положительный вклад в прирост ВВП обеспечен за счет роста добавленной стоимости в промышленности, в локомотиве нашей экономики. Внешнеэкономическое сальдо за январь-апрель 203 миллиона долларов. По итогам пяти месяцев ожидаем увеличение объемов положительного сальдо. Экспорт за январь-апрель, пока у нас данные за четыре месяца. Про склады вы ничего не хотите сказать, промышленности, сельского хозяйства. Нет проблемы такой. Я просто по складам... То есть что получается? Вы сказали, произвели, получили и прочее, и положили на склад. Проблема с сбытом определенных позиций молочной продукции существует. Запасы по системе Министерства Хоспрода составляют миллиард двести миллионов рублей. То есть 300 миллионов долларов, 400 до под 400, лежит на складах? Товарищ президент, ситуация следующая. Потому что мы видим по статистике, ключевой фактор это ценовой. И вторая причина, это то, что это фактически вызов, который стоит перед нами стратегически, то что Российская Федерация медленно, но уверенно приближается к самообеспечению молокти. Ну, говорят специалисты, что это не трагично, значит, это явление временное. Цена на китайском рынке и вообще на азиатских рынках начала расти. Ну, а в целом, такие задачи нами поставлены. Мы работаем над изменением нашей стратегии развития молочной промышленности и молокоперерабатывающей промышленности. Потому что, ну, видимо, такой сладкой ситуации, как была там десятилетия до этого, связанной с дефицитом на российском рынке массовом, и цены ее больше не будет. Это все понятно, но вы не забывайте, что мир голодает. И последние деньги будут любым государством потрачены на то, чтобы накормить людей. Вот недавно Леонид Константинович Заяц приехал в Зимбабве, с которым мы имеем хорошее отношение. Сколько они в год на человека потребляют молочка? 8 килограмм. 8 килограмм на человека, а мы 350 килограмм, а они по 8 килограмм. У них деток нечем кормить. И я пообещал, что мы, это не благотворительность, что мы им поможем это сделать. Я к чему? Что не только будем ждать, пока цены у соседей поднимутся, это понятно, но надо идти на другие рынки, надо занимать эти рынки, и они будут с нами с удовольствием сотрудничать. Мы пошли в Зимбабве, им уже сегодня другие страны что-то предлагают. Они говорят, нет, мы будем работать, прежде всего, с белорусами, потому что они сделали за один год так, что мы, говорят, хлебом накормили народ. У них хлеба не было. Наша техника, технологии, люди поехали, показали, за год, худо-бедно, они обеспечили себя хлебом. Сейчас им молоко надо. Ну так высушили это молоко, грузите, везите туда, но там надо построить какой-то, не заводик уже, а цех построить и переработать это сухое молоко. Мы это умеем делать. Надо идти на другие рынки. Нельзя сидеть сегодня на одном-двух рынках. По этой же схеме, Алексей Ильич, сейчас в завершающей стадии, если можно так сказать, находится проект по созданию такого производства в Китае из белорусского сухого молока. Это абсолютно правильная стратегия. Единственное, что, конечно, не везде позволяет экономика таких производств создать, но в целом это абсолютно правильная стратегическая задача. Мы все равно должны оставаться на ключевом для нас российском рынке, но повышать маржинальность продаж за счет маркетинговых большей степени действий. И идти туда, где мы проходные по цене с точки зрения производства там молочных продуктов. Да, ну если говорить о промышленности, значит, где есть проблемы. Наверное, это основные ведомства, это Минпром и Белнефтехим, но по отдельным товарным позициям. Значит, Минпром это тракторы и холодильники-морозильники, Белнефтехим это шин в основном. Если говорить про тракторы, то в целом запасы для МТЗ эти не критичные. Значит, холодильники-морозильники, ну падение продаж холодильного и морозильного оборудования на российском рынке, на нашем ключевом, статистика это подтверждает. Ну причины этого до конца непонятны. По мнению соответствующих профильных ассоциаций, это связано в принципе с тем, что россияне меньше вкладывают в товары длительного пользования в связи с, ну, наверное, экономической ситуацией. Значит, вторая причина это массовый приход на российский рынок новых производителей холодильного оборудования, в первую очередь это китайцы. В этой связи, Александр Ильич, ну если об этом заговорили, мало констатировать. Правительство неоднократно обсуждало эту тему. Мы считаем, что в развитии нашей промышленности необходимо двигаться по двум векторам. Именно сейчас с учетом ситуации. Не только наращиванием мощностей в Республике Беларусь. Значит, мы, наверное, к сожалению, уже чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли, значит, недружественные страны, они потихоньку замещаются российским и китайским производителям. Значит, я сейчас вместе с послом в России, мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовывать производство и на российских площадках. Значит, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Республики Беларусь. Значит, это вот важнейшая задача, которую надо и необходимо решить в самое ближайшее время. Ну, давайте, Роман Александрович, к земле вернемся. Это стратегия, мы обсуждали, ничего нового в этом нет. Не только в России, где только можно, надо создавать свои мощности, производство, если это нам выгодно, и действовать. Значит, что касается Атланта, непосредственно. Ну, ситуация рассмотрена там в деталях, под микроскопом. Значит, осуществляется маневр определенный, значит, сокращен выпуск морозильников, холодильников, переориентирован на выпуск, увеличение количества стиральных машин, потому что спрос есть, значит, на эту технику. Поэтому здесь критичной ситуации никакой нет, Александр.